Руководители предприятий, в которых по итогам мониторинга за неделю были найдены нарушения, сегодня пригласили в городскую администрацию на заседание комиссии по неформальной занятости. Так, например, только в Адлерском районе половина из проверенных компаний работает, не соблюдая закон. Оправдания у руководителей торговых точек и гостиниц почти одинаковые. Они считают, что если в бизнесе трудятся родственники, то их и оформлять не нужно. Но это противозаконно, подчеркивает Ирина Романец. Все вот эти сценарии непроходные. Мама, жена, бабушка и у меня семейный бизнес вообще не рассматриваются как категория в трудовом законодательстве. Есть понятие, если человек стоит за прилавком, если человек у вас отработал, три часа и одну минуту вы обязаны оформить трудовой договор. Никаких понятий, что это мой родственник без договора работает, даже не рассматривается. Это уже 56-е заседание комиссии по труду в Сочи. Работа дает свои плоды, бизнес постепенно выходит из тени. Ну а за найденные нарушения предприниматели ответят рублем, заплатят крупные штрафы. За каждого неоформленного сотрудника 10 тысяч, если бизнесмен – это физическое лицо. Если же юридическое, то 100 тысяч рублей.